АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна Навка Доброе утро, Таня Доброе утро Таня, принес я ананас Принес я ананас тебе и прошу рассказать тебе Что сегодня мы будем готовить На нашей кухне Вместе с тобой Вместе со всеми твоими поклонниками С твоими болельщиками Просто с нормальными Пацанами С вами, Иван Вы же вместе, вы мне будете помогать Я буду с удовольствием вам помогать, Татьяна Итак, что мы будем готовить вместе с вами, пожалуйста Мы сегодня будем готовить Очень простое, вообще незатейливое блюдо Рыбу, форель С овощами Если получится, салатик Ну и так, чтобы для здоровья сок Немножечко сок Что мы будем делать с форелью, пожалуйста Мы берем У нас досочки И специально у нас есть вот такая вот штучка Для формочки Которую мы будем запекать Значит, нам нужно что-то закладывать внутрь Обязательно Мы сейчас возьмем картошечку, морковочку Столько нежности в вашем голосе Так, картошечку, морковочку возьмем Да Вы говорите, как люди, которые проводили коллективизацию Да, картошечку А тебя кулачок расстреляет А у нас водичка есть? Водичка у нас есть Танюша, почему мы еще не ласкательные у нас? Цукиничку Цукиничка Ну, я бы не назвал это цукиничка Это цук Целая такая Значит, смотрите, я вам хочу предложить, Татьяна Почистить цукин При помощи Я очень люблю вот такую штучку Да, вот такую штучку Обожаю Вы же, на секундочку Вы рано, в отличие от наших всех соотечественников Вы познакомились А зачем их чистить? Зачем чистить? Вот вопрос, который вы правильно задали А зачем? Я не понимаю А не надо чистить цукини Не надо Тогда порежете Давайте я вам дам ножичек Да Я уже говорю, как вы Ну, морковочку я прочищу Таня Ну, что вам больше нравится? Ну, мне кажется, нет, морковочку надо чистить Цукини чистить Можно мне бы твой нож? Прекрасно Ну, значит, тогда я, Татьяна Знаете, просто, к сожалению, бывает такое Это мы любим Да? Какого размера вы любите нож? Я обратил внимание Именно, да Я обратил внимание Вы иногда катаетесь, когда, ну, в ледниковом периоде У вас, знаете, иногда видно, что когда вы нож с собой берете И судьи сразу так реагируют живо С такой радостью А бывало ли Так, кстати, вот про ледниковый период Вопросов накопилось множество Так Бывало ли так, что вот настолько несправедливые оценки Кстати, это не только ледникового периода касается Но и того периода жизни, когда вы готовились к ледниковому периоду Я имею в виду, становились олимпийской чемпионкой Да Ну, такая обидная оценка Хочется подойти к судьбе Очень бывало И сказать Да ты что делаешь-то, а? Ну, например Ну, например Судья, да? Вот такая пара И они сразу заведомо уже настроены плотно У нас была судья польская Такая молодая, прекрасная женщина Когда я каталась Она все время прыгала Восторгалась Улыбалась Чуть ли не подпрыгала Вообще Со мной на лед Я думала Ну вот, наконец-то Она, наконец-то Мне поставит Высокую оценку Хорошую, большую оценку Да А она, несмотря ни на что Ты подумай, а Ставит меня ниже, чем полякам Ну, что делать? Не знаю, что поляки упали два раза Да Все равно Были без коньков И это была мужская пара Ну, такое бывает Это я так утрирую Таня, а вот волнение Волнение перед выходом на лед Я понимаю Ну, как бы я понимаю Это в голове То есть почувствовать я это, к сожалению, не могу Что, конечно, на очень большую На очень большой процент Результат профессионального спортсмена Ну, или там на соревнованиях Зависит от Не только от его готовности физической Но и от психологической готовности Обязательно Я не могу понять Как можно заставить себя не волноваться Вообще В детстве Когда я еще была совсем Ребенком Я вообще не волновалась Я Для меня самое главное было Как я выгляжу Я до последнего момента Стояла у зеркала Уже Всем там Партнер уже меня ждет Можно сказать На льду Угу Я совершенно Выскакивала на лед Главное Как костюмчик сидит Вот Это очень важно Да Но когда, конечно, уже стали Пошли такие высокие результаты И волнение Стало посещать Меня намного чаще Но я как-то умела с этим справляться У меня есть такое, наверное Не знаю, боже, да Не знаю, в общем, откуда это Но я могла уходить в себя Такая медитация занималась Я могла даже заснуть, да Во время этой медитации Да Все удивлялись Вот у нас обычная разминка Шесть минут А потом мы выходим со льда И все ждем Как бы своей очереди Я вот так ложилась Уже все знали Что меня не трогать Я ложилась на пол Снимала коньки Мне стелили куртки Там кофты Все, что было вокруг И уходила в себя Причем это не то, что я там училась А как-то я могла даже заснуть Реально заснуть Такое бывает Я знаю, знаешь Татьяна, знаете Есть такие вот Я, поскольку, к сожалению Исключительно болельщик спортивный Спорту имею отношение Такое очень Такое странное Но вот, например В среде, в которой я рос В актерской среде Тоже вот этот способ медитации Был очень распространен Люди засыпали Буквально перед спектаклем Им настолько Да-да-да От волнения Засыпали И даже иногда И не приходили на спектакль Так и спали И потом просыпались И еще С 50 граммов Выпивали И уже засыпали Уже окончательно Это такое тоже Вот волнение Вот, собственно говоря Благодаря такой медитации Появлялись и мы Актерские дети Значит, друзья Форы Так, картошку, кстати, не надо нарезать? Надо Я, кстати, уже готов Я все почути Я могу тоже взять большой нож И вот так вот Да, просто кругляшечками Да, такими Аккуратно Достаточно Вот такими вот А что это за рецепт, кстати, Татьяна? Расскажите Это мой собственный Собственный рецепт Сегодня мы будем есть Да, честное слово Блюдо по рецепту Татьяны Прекрасно Вот, пожалуйста Мы делаем Рыбку внутри мы солим Аккуратненько, да? Солим внутрь рыбку Рыба Рыба Все знают, что рыба много, да? Просят соли Теперь мы Я помогу Что нужно? Открыть Это специи для Специи для? Можно с другой стороны Вот так вот А, ну да, можно так Пожалуйста Сколько нужно? Да, я вот так А высыпьте Значит, это тоже Такая вот у нас Приправка для Прямо мы это можем Вот так вот все сделать, да? Приправка для рыбки Да, второе Можем посолить Вот это все Так, так Тоже и то же Это, наверное, все Как следует перемешиваем А картофель мы туда не добавляем? А картофель мы снаружи Снаружи Так Дальше что? Дальше что? Маслица можно это Немножечко маслица Одну секундочку А дливковое маслица Конечно есть Ничто иное, как Маэстро Де олива Так Так Теперь Равномерненько Внутрь? Все, я понял А я-то думаю Что мы внутрь-то положим? Конечно Итак, друзья Вот она фаршируется Рыбка Порезанными Соломкой Цукини И морковочкой Пожалуйста На самом деле Кто что любит Можно сюда Закладывать Кто любит лимон Все что угодно Но лимон лучше не нужно А в конце Машка Татьяна, я начинаю обратить внимание Что когда вы начинаете готовить Вы Я волнуюсь Вы не волнуетесь Вас захлестывает этот процесс Так Сверху, да Закладываем картошки Вот так Вот так Смотрите И теперь мы Приступаем к самому главному Это К соусу В котором это все будет томиться То есть мы еще это сверху зальем Соусом А потом уже поставим внутрь И берем Маслицу Маслицу и все Так вот Пожалуйста Оливковым маслицем Оливковым маслицем Не жалеем Я вижу, что вы не жалеете Так Что еще? Потом берем апельсин Ой-ой-ой Да Разрезаем наполам И будем отжимать сок Для этого же у нас есть Специальный агрегат Как нам повезло Да Давайте Обычно я делаю У меня такого агрегата Дома нет А я, кстати, никогда не делала Не пробовала Наверное, очень интересное занятие Вот, пожалуйста Можно вот Да, и просто раз Я же должна потренироваться Когда у меня дома будет Вот и начинает крутиться Хорошая вещь Сейчас Сейчас стекает сок Но Вот тоже важно Сок же может стекать очень долго А мы раз И закрыли Вообще замечательно И что, заливаем соком? Да Прямо вот так Смело Не боясь Апельсиновым соком Таня, вот к какой национальной кухне Вы могли бы отнести этот рецепт? Ну, собственно, подожди Если это ваш рецепт, то тогда получается Навкинской Навкинской И той же приправой, да, что мы посыпали? Да, да, да Танюш, накрываем это все Все, в общем-то, мы теперь А ну, можно фольгой-то накрывать? Да, обязательно Это же Закрываем это фольгой Это же должно все томиться Ну, че А мы Знаете, что я забыла еще Для розмаринчик? Конечно Ну, конечно Туда внутрь? Да, для запаха Немножечко Можно даже и побольше Можно даже и побольше Наверное, чтобы он не попадался Лучше крупный Да, да, да Он даст очень правильный ароматик А вина еще Вина, вина Можно чуть-чуть вина Таня, это вы хотите вина Или вы туда хотите добавить? Нет, я хочу туда вина Хороший, сухой, красный Потому что у нас такое часто было Тут готовили Вот смотрите, есть хорошее белое Прекрасно Да, да, да Вот тогда кислиночка Да, да, да У нас, в принципе, есть Апельсиновый сок Который тоже с кислотой Так Плотно-плотно Потрясающе Итак, дорогие зрители Я прошу обратить внимание Татьяна, помогите, пожалуйста Открывается духовка У нас 180 градусов Поставили Все Сколько, Таня, это должно находиться нам внутри? Минут 20 Кто как любит рыбу? Ну, минут Я даже, допускал, 30 Она же там не сгорит Не высушится Мы же накрыли ее Маэстро де Олиева Частичка из спины на вашем столе Витя Витечка Проснись Половиться Слышь, как скрипят Милая моя, да успокойся Это ж мама твоя Она ж по ночам всегда мясо из борща ест Из кинофильма Танцующая в темноте Дорогие друзья С вами, Доктором, канале Нас гостят сегодня Татьяна Навкас Которую мы уже поставили в духовку Форель По фирменному рецепту И Татьяна Что мы сегодня Будем делать в качестве Закуски Или в качестве Другого блюда Просто салат Просто салат Очень легкий Хочу задать вопрос Задай Вопрос, который Ну что, вот что нам Почему мы все узнаем оттуда Из этих журналов глянцевых Которые для мухобойки-то хорошо А для чтения-то Некудышные Некудышные Вот вопрос, который Сколько, Таня Ты каталась Блистала Будучи яркой Природной блондинкой Но сейчас, Тань Как будто потемнело в глазах У нас у всех Не, ну во-первых, скажи, тебе нравится Почему? Мне очень нравится А как больше? Как мне больше нравится? Тань Да мне по-любому нравится По-любому нравится Ты, главное, Тань Наголо не брейся Я вот тут теряюсь А волосы Как хочешь Ну вот Просто Чтобы понять Правда Как, как Почему такое вот резкое Во-первых, давно Мне была такая мечта Стать чуть-чуть Брюнеточкой Ну да Шатеночкой Шатеночкой, да И еще Когда Даже перед олимпиадой Я Выбрали Мой образ Кармен Я, естественно Надеялась Что я перекрашусь Обязательно Но все У меня никак не хватало Смелости Это же такой серьезный шаг Это очень серьезный шаг Потому что уж больно хорошо Мне было блондинкой И все Потом после олимпиады Года четыре Я все никак не решалась И вдруг вышли на меня Ты всем Рекламировала нам И была ослепительной блондинкой Блондинкой И вот в этом году Они мне говорят Танечка Мы так тебя любим Но хотели бы Видеть тебя В другом Немножечко образе И ты подумала Если деньги Сами плывут в руки А я давно хотела А я давно хотела Но ты же не сказала им Что ты давно хотела Ты сказала Я Брюнетки Никогда Они сказали А вот столько Нет Может быть Вот столько Ну не знаю Не знаю Не знаю Да Вот так Это всегда Ну как-то так Это было Ты знаешь Вот у меня то же самое Прям в корень Зачем Раз И все получилось А я между прочим Вот ты на меня посмотрел Не просто так Ты абсолютно права Я однажды Красился в блондин Я даже не представляю А я тебе хочу сказать Я учился в театральном институте И Мне предложили сниматься в кино И по сюжету А это было Начало девяностых Сюжеты были Не так важные Как Бюджеты По сюжету Я должен был играть Сына Аргентинской женщины И режиссер решил Что я буду более похож На сына Аргентинской женщины Если я буду блондином Ты будешь блондином И меня перекрасили в блондином Но Мне кажется Что все-таки Проще Блондина перекрасить В брюнета Нежели наоборот Потому что Мне выжигали волосы Ты знаешь что это такое Прямо Знаешь Ну что в Петербурге В девяносто четвертый год Какие там салоны красоты Это тебя На руках несли Туда А мне что взяли Аккумуляторную кислоту Раз Далил И все И я был блондином Ходил А потом волосы Начали отрастать У меня были очень красивые темные корни Они не выпали? Ну частично выпали Мне кажется что Частично выпали Ну потом Что-то вернулось Что-то так и осталось Там На Бенфельме Понятно Веселая проплешина Так называли меня Мои наклусники А я пока Я очень веселая Иди ты к Лешему Веселая проплешина Танюшечка А что это ты делала? Ты салат уже сделала? Ну подождите Как же так получается? Нет Сейчас самое-самое-самое Можно я узнаю? Так Нам нужно Я на секунду ворвусь Потому что Это очень здорово Что ты прям Все молниеносно это делаешь Но надо же понять Что ты делаешь Значит мы взяли У нас три варианта салата Насколько я понимаю Сейчас есть возможность Друзья Вот этот салат Просто купить в пакете Мы ты уже готовы Да Рукла Это На самом деле Все что люди любят А вот это что Это же китайское А это называется Это как-то мне говорили Цикорий Цикорий Прекрасно Так вот у нас Я сегодня узнала Что это называется Цикорий Цикорий Ну так красиво Цикорий кстати Очень распространенное имя Для Для Мальчиков Понятно Цикорий Берем грушу Цикорий Андропов Красивое имя Звучит Берем грушу Я помогу Взяли грушу Разломали Пополам Так Вот Немножечко Делаем вот здесь Сердцевиночку Ну то есть вынимаем Агрессички Да Можно я тоже С этой так же сделаю Я что-то Получится у меня так или нет Интересно Вообще груша должна быть Конечно Мягкая и сочная Более спелая И более Немножко другой сорт Да Груши еще пока не подоспели Так Значит мы вынимаем Сердцевиночку Так вот Чтобы сюда поместился У нас сыр Можно даже поглубже А-а-а-а Так мы вырезаем Прямо внутренностью груши Да Ну вот я говорю Груша должна прям сочной И течь Чтобы она вот прям Таяла во рту И тогда туда можно Где ты еще волшебные Штучки снимающие Сейчас шкурочку Сейчас Одну секундочку Так мне нравятся Вот такие штучки Которые вот так вот делают Тань Тань да Ну ты же Все-таки ты-то давно С ней познакомилась Ты в Америке Вот с какого года Ты начала жить С 93-го С 93-го года Помнишь Первое впечатление Кулинарное Гастрономическое От Америки Что тебя поразило В Америку Ты приехала Первый раз Я расскажу Когда я уехала В Америку Как раз это было 92-91 год И нас поселили В такой центр Американский Как Центр Олимпийской Подготовки То есть там Сборная Разные виды спорта жили Так сейчас Сыр Тань А правильно ли Вот как груша должна Лежать Как вам больше нравится Ну я Ну центр правильный Это я неправильно положила Вот Центр Груша лежит Сыр Сыр Мы достаем сыр Уж не Ах какой сыр Это какой сыр Это Козий Козий Здравствуй Я всегда здороваюсь Здравствуй Сура Козий хороший фамилия Для скрипача Для вас играет Сыкурий Козий Значит Что мы делаем Еще нам Нужно Уж не Орешки ли Обжарить Ну так это мы Сделаем Тань Так Что мы делаем С Козьим сыром С Козьим сыром Мы его должны Немножечко разогреть В принципе Его можно Разогреть Правильно Ну что Небески нам не нужны Да Шикарно Вот так Вот так Прекрасно А можно Тань У меня такое предложение Я не знаю Оно такое смелое И экспериментальное Взять его И прямо в духовку Туда поставить Вот За не менее Микроволнов Вот так Шикарно И сколько Просто чтобы он тепленький стал Надо буквально Через несколько минут Его достать Так Что еще Ждем орехов Ждем орехов А соус мы должны сделать Так Сейчас мы будем делать Вот в этой можно стучке Соус Вот в этой Можно сделать Ну да Либо в стаканчике Либо Что за соус Оливковое масло Пожалуйста Большой лоб Пожалуйста Пропорционально Так что Тань Ну вот это история Чтобы в 90 Когда ты уезжала в Америку Здесь была Мода началась На американские Шоколадные батончики И молод Юная Танечка Навка Всю свою зарплату Копила 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 Не тратила Ни на что Ни на сигареты Ни на Ни на Ни на Ни на что Ни на все В коем случае Ходила только в театры И кушала Вот эти Вот эти Дорожащими руками Я покупала батончики И Слушайте Так Все правильно Это соевый соус Это не соевый соус Это я думаю Что Мы сейчас все вылим Это бальзамик А нам нужен соевый соус А не-не-не-не Бальзамик Ничего не помешает Это тоже хорошо А где наш соевый соус Мы делаем Смешиваем Орехи уже Да-да-да Можно даже Татьяне Уже Ой Боже мой Да-да-да С ума сойти Так Так Прекрасывай Все Так Рукоди Выброси И что еще И что здесь Так Здесь Размалываем Да Немного Так немножко Немножко грецкий прорезов Да Вот правильно делаете Так И что На чем мы остановились А И вот мы приехали в Америку И Нас поселили в этот Олимпийский центр И Там Абсолютно Абсолютно Свободно Бесплатно Ну нас там кормили Утром, днем и вечером Ну да Лежали эти шоколадки И что так И ты В первый же вечер Не выдержала Собрала себе посылку Я Не только я А все девчонки Которые увидели Это чудо Приехали из большого Советского Союза При том Что мы каждый вечер Мы не ужинали Потому что Ну у нас возраст такой Там 17 лет 16 лет Все конечно же худеют У всех фигуры Мы же фигуристки Все таки Ну естественно Так Ну что Нет Каким мы Замечательные Тань Команды Я не знаю Вот так Прекрасно Назовем это так Друзья Карамелизация Орешков у нас Прекрасно Зина Доставай икру И главное Детей не буди Ну не видели они папку 7 лет Еще часик потерпят Из кинофильма Никиты Михалкова Без свидетелей Дорогие друзья Смак на первом канале У нас в гостях сегодня Татьяна Навка В общем мы смешиваем Пропорционально Масло Все Мне кажется что тут все Ой-ой-ой Прямо такой Ну все карамелизация произошла А где-где-где-где Где у нас Куда это тоже надо Переложить куда-нибудь А Так мы быстро Выкладываем сыр Вот так мы делаем И выкладываем сюда орехи Так Бросай вот прям Прямо сверху Там сюда Можно на травку Можно везде Они застывают Орехи так Мед так Да Так же и нужно Мы выложили теплый сыр Так А вот эти орехи Положить на салат Да Да Можно же ими засыпать Можно Теперь мы все Вот так это все заливаем Так Так Вот Получается вот такая Вот Друзья Все что ли? Все Хорошо Салат-то готов Так Татьяна Напоминаю Как готовится Этот салат Разные виды салата Цикорий Груша Должна быть очень спелая Внутрь Подогретый Теплый Козий сыр Сверху Каримализованные В меду Грецкие орехи А по периметру Чуть-чуть обжаренные Орешки Кедровые А соус еще между Соус Да И соус Это оливковое масло Ботамический уксус И немножко соевого соуса Да Все Я правильно Кто как любит Да Значит салат у нас готов Рыба у нас практически готова Которую мы поставили в первой части программы Татьяна Не приготовят ли нам быстрый Легкий И самое главное Витаминизированный Обязательно Сок Напиток Ведь Я боюсь задавать Татьяна Вопрос тебе Что ты делаешь Для того Чтобы оставаться Всегда в такой шикарной форме Я всегда пью сок Да Ты всегда пьешь сок Вот Конечно Так Что мы возьмем В качестве Ингредиентов Для сока Из того Что мы здесь Мы видим Так Ну давай Ну киви Да У нас есть киви Сколько Да Тань Вот так Я правильно делаю Абсолютно правильно Абсолютно правильно Абсолютно правильно Потому что Иначе она будет С этой штучкой Что еще У нас есть дыня Вот дыню я сейчас Кстати Дыня Да Клубничку мы возьмем Мы возьмем клубнику Дыню И ананасик Так Так Мне кажется Тебя эксплуатируют дома Это Татьяна Я бы точно Эксплуатировала Вот Ну не часто Чуть-чуть Так просто проверить А чем он там А чем там на работе занимается Да умеет он готовить Вообще на смаке ли он работает На смаке ли он работает Значит Дорогая Татьяна Я начинаю Вот мне вот Очень вот нравится Тоже вот это вот Да вот этот процесс Вот это вот Нажимание Вот так Приятно И оно все выливается Так Прекрасно Что это весело у нас Теперь Теперь мы берем туда И Татьяна А ты готовишь все Да Вот для того чтобы Значит дыня Ананас Киви Клубника И Все да Да Татьяна Вы готовы? Да Ну давайте Давайте Все что ли? Одним движением? Одним движением Татьяна давайте Прошу Так Татьяна Теперь смотри Какая ситуация У нас Ой У нас тут много Как вкусно Хочу предложить Вот что делать Смотри что я делаю Ты понимаешь да? Ну конечно Чтобы клубника Чтобы ананас Чтобы пена вся Чтобы все это Ты видишь да? Ну ничего Тань Подождите Есть пенка Сейчас я вам Удрю пенки Сколько хотите Вот он какой Слушай Ну это просто Пенка сумасшедшая Это какой-то не сок Должно Это какой-то прямо Дорогая Татьяна Прежде чем Мы начнем Так сказать Я хочу поднять этот бокал За тебя За новый цвет Твоих волос За блеск В твоих глазах И за ту еду Которую мы сейчас будем пробовать Друзья За Татьяну Навку Поаплодируйте Витамин Спасибо Волшебно Да Вот не нужно сюда уже Ничего А кстати да А вот можно Вот спирт Ну чтобы Ну ладно Так товарищи Так товарищи Теперь Мы приступаем к дегустации салата Чувствуешь как здоровье сразу? Я вот даже До какой-то степени Даже чувствую Мне немножечко много сейчас Давайте срочно Чем-то здоровье Чуть-чуть притушить Так Теперь мы пробуем грушу Пожалуйста Да вы дайте она Рукодельница Рукодельница Друзья Поаплодируйте Салат удался АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да А? Ну и теперь Друзья Я бы хотел Представить вам Царицу полей Форель Царицу полей Форель Да Есть Есть под Петербургом Сахновоборская Атомная электростанция И вот там Форель Царица полей А снегирей А снегирей Там ловят На блесну Ну-ка посмотрим-ка Татьяна Аккуратно Очень горячо Значит Как готовится У нас Форель Мы берем Почищенную И выпотрошенную Форель Внутрь Мы натираем ее солью Приправкой для рыбы Закладываем внутрь Порезанные Соломкой Цукини И морковку Все что хочешь Можно все что хочешь Но мы там сделали Так да Вот После чего мы Оставшуюся цукини И морковку Разложили по периметру Внутрь И снаружи Положили еще Веточки Розмарина Добавили сверху Порезанный И почищенный Картофель Все это залили Соком одного апельсина Можно двумя Можно двумя Оливковым маслом Немножечко оливкового масла И чуть-чуть белого вина И все это мы поставили В духовку В фольге На тот отрезок времени Который достаточен Для приготовления Всегда по-разному Всегда Всегда по-разному Но в самом конце Мы не побоялись Посмотреть правде в глаза И приоткрыли фольгу Для того, чтобы рыбка Сверху покрылась Румяной корочкой Давай Ну это же просто Счастье какое-то Танюша Ну что, друзья Поаплодируйте Татьяне на Не бойся Таня Таня Да я попробую сейчас Таня Ну Тань, раскроем секрет Наш главный с тобой секрет Ну-ка Друзья Когда было первое Самое первое Шоу Ледниковый Перед Мне позвонили И сказали Иван Не хотите ли вы Выйти на лед Шоу Ледниковый Перед Вместе с Олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой Я отказался И я сказал Я не могу И вот после этого Я смотрел За всеми твоими Взлетами За всеми Падениями Твоих соперников Было, да, да Нет У тебя никаких не было И я думал Ведь на месте И вот Так сказать Этого И вот этого И что уж говорить Даже Этого Финского Мог быть я Понимаете А вот сегодня Я на самом лучшем месте Дорогие друзья Сегодня в гостях у нас Татьяна Навка Будет Свет И Танюшин На секунду Я Тима Махин Друзья У нас Короткая пауза Смотрите нас В следующей программе И вы узнаете Что Каберне В переводе с армянского Означает Лена Позвони мне сразу После совещания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok